Добрый день всем отпускникам и пенсионерам, которые проводят своё лето не где-нибудь в популярных Бодруме или Кемеле, а на собственной даче, где-нибудь на берегу нашей любимой Снежки. Ну, у кого как сложилось. Впрочем, не отчаивайтесь, и на наших дачах можно хорошо проводить свой отпуск, свое время. Ну, правда, тогда, когда картошка уже посажена и пошла в рост, а в теплицах краснеет вот такое вот чудо под названием «Бычье сердце». Так вот, сегодня в «Земляках» мы поговорим о наших брянских дачах, а точнее, об одной из них и её хозяевах. Людях простых, но вместе с тем незаурядных и творческих. Здравствуйте! Здравствуйте! Проходите! Спасибо, спасибо! Вот наше здесь имение. Однако по порядку скажу так. На днях у меня было открытие. Попробуйте догадаться, что это за картинка такая интригующая сейчас наш взгляд. Если бы я был на вашем месте, то, скорее всего, предположил, что это какая-то часть модного курорта. Ну, типа Сан-Тропе или богатая испанская вилла в Торревьехе. В общем, что-либо престижно-глянцевое, гламурное. Ну что, согласны? Так вот, ничего подобного. Это совсем не Лазурный берег, не Крым и даже не Лазаревская. Это маленькая дачная сказка, сотворённая на 25 сотках руками добрых пенсионеров Воробьёвых. Для себя, детей, внуков, друзей и соседей, что очень важно. Да-да, соседей. Хотя по собственному опыту знаю, что не всегда хочется общаться с собственными, скажем, соседями по даче. После работы иногда есть желание отдохнуть в одиночестве, подумать, посидеть. Вот именно, может быть, поэтому и строятся вот такие козистые заборы. Но, скорее всего, воздвигаются они не от воришек. Воришек своё место всегда найдёт за забором. Скорее всего, они строятся от глаз, завистливых и порой недрожелюбных. Замечу, наши сегодняшние земляки всегда рады своим гостям, тем более соседям. И потому вот эти заборы, которые огораживают их участок, они носят, скорее всего, символический характер. Я бы даже сказал, имеет дизайнерское значение. Мы уже 35 лет здесь общаемся с соседями. В 7 часов проснёшься, они уже на даче вдвоём что-то уже делают, копаются. С той стороны люди становятся и фотографируют. У них такая красота здесь. Если кому-то надо что-то сфотографировать, они запускают сюда. Это люди от бога пара. Воробьёвы рассказывали, когда первые пять соток покупали они у государства, ну, ни о каких заборах вообще речи идти не могло. Вбили четыре колышка и по периметру провели проволокой, вот так обтянули её. Потом построили скворечник, как Александр Иванович его называл, небольшое помещение, домик три на четыре, куда можно было положить две лопаты, ну и, наверное, грабли. А воровать-то что? Две лопаты и грабли? Да и законы тогда были совсем другие. Вот сосед тогда по даче смастерил у себя в дачном домике гараж внизу на первом этаже, ну, несколько переусердствовал, на полтора-два метра увеличил эту площадь этого гаража. Так заставили снести и гараж, и второй этаж, и фундамент в том числе. Мы с большим желанием взяли этот участок, пять соток. Конечно, были все ограничения. Какая должна быть площадь, постройки. Вот тогда было 24 квадрата, не больше. Кирпича давали три тысячи штук. Ну, трудности как преодолевали. Не было ни стройматериалов, все нужно было ожидать, там когда-то что-то привезут, в очередях стояли. Ну, это все вроде мы считали тогда за норму. Приходилось, конечно, что все делать вручную, никакой техники не применишь, не было ни электричества. Воробьёвы решили начать обустраивать свой участок со строительства небольшого домика, чтобы тогда, когда пойдёт дождь и будет непогода, можно иметь было крышу над головой. Мы пригласили людей, строителей, а те в первый же день прикладки, тем более окна, нарушили его уровень, ну, практически на 20 сантиметров. Делали они без нивелира свою работу. А когда пошли на обед и вернулись к месту работы, их уже собственный уровень зашкаливал за 40 градусов. Поэтому на семейном совете решили и постановили делать на участке, на дачном участке, всё своими руками. Ну, а навыки у Александра Ивановича в строительстве были. Ведь его семь старших братьев и отец сразу после революции в деревне Коростовка выстроили замечательную большую мельницу и, в общем-то, имели от её работы свой дешефт. А самого художника и младшего из братьев Александра Ивановича приглашал на работу в художественный фонд в Брянске, известный на всю страну скульптор Гриша Коваленко за его творческие, талантливые руки и светлую голову. Так вот, Валентина Васильевна в те годы строительства этой дачи месила в бочке лопатый раствор и подавала на леса Александру Ивановичу. А тот, в свою очередь, укладывал кирпич и заглядывал в умную княженцию. Учился размечать опалубку делать и размечать фундамент. Но потом появилась пристройка дому. Ну как без неё-то? Человек учится всему и может научиться. Поэтому я считаю, допустим, не может человек рисовать, если он не способен, он не будет рисовать, да. Но строить, любой человек в состоянии сделать, ну построить себе дом там и всё, что касается стройки. Поэтому я считаю, что здесь не надо быть слишком умным и слишком грамотным, а просто нужно иметь желание. И всё освоишь. Единственное, за что мне стал браться при строительстве этого дома Александр Иванович, это замонтаж вот этой вальяжной лестницы. Ну здесь надо были особые какие-то технические расчёты, и самое главное – сварка металлоконструкций. Но макет этой лестницы полностью сделал художник. Все остальные достопримечательности, включая большого, огромного амазоновского крокодила, совы и всех деревянных других статуэток, это, конечно, плод фантазии и творчества Александра Ивановича Воробьёва. Как, впрочем, и вот эта светлая, замечательная терраса, которую Валентина Васильевна и Александр Иванович называют «чайной террасой». Полностью собирается, она получается открытая. И эта сторона, и эта сторона, и эта сторона. И когда жарко, тогда всё открывается, и здесь сидишь очень даже удобно. У Валентины Васильевны так между строк я поинтересовался, а почему вот это замечательное произведение искусств называется «чайной террасой», а получил ответ, в общем-то, вполне простой и прозаический. Дело в том, что её супруг уже много лет не употребляет совершенно алкоголь. Даже тогда, когда приходят друзья и поднимают тост за их здоровье, он отвечает «я не пью, я за рулём». Только чай, исключительный чай. Все его садовые фигурки, из дерева сделанные, ваялись по специальному заказу его внука Влада. Тот ещё в детстве, бывало, закрывал деда в туалете или в каком-нибудь тёмном помещении на защёлку и начал диалог. Хорошо ли там тебе, дедушка, в темноте пребывать? И ждал, когда дед сделает ему из дерева очередную чебурашку, покрытую лаком. Так в недалёком прошлом вот сюда из далёкой Амазонки приковылял на берег Снежки вот это страшилище. Крокодил по имени Джонни еле-еле докостылял, скрипя своим арматурным туловищем и скелетом. И сейчас, судя по всему, находится в таком возрасте, когда ему положено отойти ко сну. И вот он, скорее всего, пребывает во сне. Сделал скульптурку, выставили. И так на следующий год. Ещё зимой работы нет уже такой, поэтому занимался вот этим. Делал для внуков. Да, делали же вот для внуков, чтобы им интереснее было. А вот самым проблематичным местом отдыха на даче Воробьевых является, как ни странно, вот этот самый бассейн. В принципе, как и самый любимый. В своё время идею установки вот этого самого бассейна на даче Воробьевых поддал эту идею их сын Владимир, который сам же вместе со строителями выкопал под этот бассейн котлован, обложил его арматурой, потом покрыл плёнкой, залил воду и пустил даже вот этот самый вот пылесос, который двигается, очищая воду. И сам бассейн от грязи, и даже как паук, поднимается на поверхность. Со временем эксплуатация бассейна всё дороже и дороже обходится Воробьёвым. Ну, они считают, куда же деваться, если этот бассейн уже установлен. И добавляют, если хочешь купаться, то умей и нырять. Внуки приезжают, или когда гости к нам приезжают, мы купаемся в бассейне. Так что, если он есть, это неплохо. Предвижу ваш вопрос, уважаемые телезрители. А есть ли на даче Воробьёвых картофель? Сразу же, сразу же отвечу на него. Нет, картофеля на даче у Воробьёвых не наблюдается. Раньше, когда были молодые, картофель сажали, а точку в этом вопросе поставила дочка Лариса. Как-то она спросила у родителей, сколько вам, папа и мама, надо картошки, чтобы прокормить себя на зиму. Два мешка получила на ответ. Так вот, два мешка я с рынка привезу и с доставкой на дом. Теперь у Воробьёвых, место, территорию, где был посажен картофель, есть газон. Ну, лично по мне, достойная замена. Огурцы, помидоры и баклажаны в теплицах у Валентины Васильевны по лету хоть камазами вывози. Дача заставляет работать. Но... Не сидеть на балконе, а нужно работать. А это очень много значит, потому что, особенно с возрастом, нужно двигаться постоянно. Сама дочка Воробьёвых, Лариса, всегда хотела иметь свой дом за городом. Но, как вы поняли, без картофеля и вишнёвого сада. И вот недавно её мечта исполнилась. Она купила небольшую хижинку в деревне Репчёвка, недалеко от Синезёрок, и в придачу к этой хижинке она получила целых 76 соток хорошей плодородной земли рядом с лесом. Родителям Лариса так и заявила. Вы создали на своём участке райский уголок. У меня же будет морская просторная жемчужина. И вот как эта тема в деревне Репчёвке на участке Ларисы будет осуществляться. Волнообразный такой газон. Обязательно в порядке в полный рост, полномасштабный рост маяк. В петровских времён лодка обязательно весельная. И, естественно, возле входа скульптура греческого бога Посейдона. И это в планах у Ларисы на ближайшее будущее. А сейчас возле её дома установлен макет иглообразного морского коня. И вы не поверите, рядом небольшая теплица. Как вы думаете, что в ней посажено у Ларисы? Никогда не догадаетесь. Укроп. Самый настоящий укроп. Вот вам и вишнёвый сад. Нашлась работа на участке и отцу. Александр Иванович задумал грандиознейший проект. Проект строительства большой беседки с огромным фундаментом в виде подиума. В своё время этот проект ему заказывал известные брендские бизнесмены за целый миллион рублей. Деньги и даже по тем временам были вполне солидные. Но Александр Иванович отказался. Не буду называть причину, по которой он это сделал. Ну, а с дочерью-то совсем другая, получается, история. Ей-то не откажешь, ведь так ведь. После отделки дома Лариса стала реже бывать в городской квартире, как, в принципе, и её родители. Александр Иванович сказал, что в нынешнем году они только один раз за всё это время переночевали в своей двушке в центре города Брянска и Советского района. Саш, 57. 10 июля у нас было с тобой 57. Ты забыл или нет? Нет, не забыл. Не забыл. Вот видишь, 57 лет прожили мы с тобой. В совместной жизни. Да, в совместной жизни. И терпим друг друга. 57 лет. И действительно, воздух на даче, воробьёв какой-то особенный, пахнет чаем земляникой, морской водой. А потому, если вам когда-нибудь посчастливится бывать в этих краях между Фокинкой и Володаркой, обязательно постучитесь вот в эту самую калитку. здесь ждёт сказка и человеческая доброта. Вы, конечно, вправе спросить, а что же ещё? Увеляю вас. Этого вполне достаточно. Поговори, мой друг, давай поговорим. И злить бы душу, да никто не понимает. Не торопись, ещё немного посидим. Ведь мы, как звёзды, в этой жизни догораем. Всё, что успел набрать, с собой не унесёшь. А всё, чему так рад, конечно, дом и дети. Давай, мой друг, ещё по маленькой нальём За это счастье, что живём на белом свете. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok